Мой друг Варь человек увлекающийся, а когда он чем-нибудь увлекается, он становится таким рассеянным, что моей маме непонятно, как его трамвай до сих пор не переехал. Вчера он опять чем-то увлекся, в курок он не подготовился, а Наталья Васильевна его спросила. Я ему всегда по мобильнику подсказываю. Он включает его в спецрежим и за спиной прячет. Мы так хорошо приспособились. Итак, к доске пойдет Кайков Влад. Никуда себе! Ну что же мы молчим? Расскажи, как жили древние люди. У древних людей не было мобильников. Да? Удивительно. И как же они общались? Неужели через интернет? Ну что вы, Наталья Васильевна, интернета-то тоже и не было. Они общались глазами. Только глазами? Ты что, Тимыч, соображай. Еще они перестукивались. Ага, как дядя? Спокойно, граждане. Послушаем, как жили древние люди без мобильников. Еще древние люди не ходили в школу. Ну как они выжили без знаний? Они выжили охотой. Свет в конце финала. Ну значит, древние люди охотились? И еще как. И на кого же они охотились? Они охотились на зубастиков. На кого? На древних зубастиков. Значит, телефонов у древних людей не было. Общались они, перестукиваясь глазами. И охотились на зубастиков. Это все? Нет, не все. У древних людей не было парикмахерских. И они ходили с длинными волосами. А еще у древних людей не было машин. И они ходили пешком. У древних людей не было домов. И поэтому они жили в пещерах. Еще у древних людей не было сериальных машин. И поэтому они сериали в речках и в ручьях. Но древние люди были очень сообразительные. И придумали лук и стрелы. И поэтому выжили. Ага. Совсем как ты. Садись. Два с минусом. За что два? Я же ответил. Если это ответ, то я царица Анастасия. Ну ладно. Два с плюсом. За сообразительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...